приветствую всех на канале мотковод с вами я ивбак игорь моя любимая жена машенька машинка привет итак друзья пару дней назад вам снимали о начале вывода восковой моли и предупреждали вас о том что если будете писать глупости соответственно чем больше глупости тем меньше будем показывать рассказывать отнеслись хорошо вообще нормально людям много и желающих узнать эту тему и будем продолжать сейчас есть определенный еще очередной этап о котором можно рассказать опять же напоминаю как это все происходит мы выращиваем восковую моль для настойки личинок восковой моли для этого необходимо создать условия необходимые для того чтобы можешь его было выращивать потому что ну не навыращиваешься если ты где-нибудь там рамки оставила в переносном ящику и она там завелась это единицы этой боли ты особо там никто не навыращивается мы же это занимались этим профессионально а сейчас пытаемся опять восстановить данную работу и мы вам показали банки в которых мы будем выращивать и сказали что на данный момент мы заселили определенное количество банок для того чтобы в них завелась моль и потом уже ее перезаселить уже в основной объем для этого мы решили использовать инкубатор в котором мы на данный момент выставили 28 градусов дали небольшую влажность и поставили банки куда мы накидали личинок которые должны окуклиться и стать мотыльками и насеять нам уже яйца которые будут будут личинками с которыми мы их отбирать не будем мы их сначала какую-то часть из них отберем какую-то часть из них перезаселим банки и тому подобное так как вот этих пять банок что мы тут положили этого довольно много и вот сейчас есть определенный этап где в одной из банок уже хорошо и достаточно вылупилась мотыльков мотыльков и вот сейчас они будут между собой друзья спариваться были также вопросы о малой восковой моли и большой восковая есть два типа восковой моли как малая так и большая но вот конкретно вот эта маленькая восковая боль а вот это большая ну вот это тоже большая а вот это как раз маленькая но она они вот так выглядят она вот такая это более толстая более большая ну из-за этого наибольшая и маленькая, восковая моря. Она как и та, и та вредитель, как и та, и та относится к разряду как их огневок, и они являются паразитами для нашего производства пчелиного. Но также от них можно получить пользу. Вот, на данный момент они окуклись, они вылупились, личинки. Тут повыходили, есть как мальчики, так и девочки, которые между собой спарятся. После чего они насеют яйца, мотыльки сами по себе умрут, так как у них период жизни разный. Самки, по-моему, живут немного дольше, не, самцы живут немного дольше, самки живут немного меньше, они умирают, а их же яйца вылупятся и начнут развиваться. После чего они заполняют тут объем, так как вот такой объем мотыльков насеет очень много. Очень много, и так как вероятность убегать с этой банки есть, но она не очень большая, соответственно, процентов 90 личинок остается в этой банке, так как вот те процентов 10, которые все-таки умудрятся убежать из-под этих крышек, так как это возможно, она просто-напросто будет не жизнеспособная, и она просто в таких условиях погибнет, так как у нее не будет рядом ни корма, ни возможности существовать. вот так это произошло. В одной уже есть мотыльки, в другой еще, например, нету мотыльков, потому что одни раньше чуть-чуть, вот тут, тут немного и пчел попадало, так как берем рамочки, если есть в нуклеусах, где есть, завелась, да, вот мотылек, там мотылек, там мотылек, вот пару пчелок упало вместе с рамками, ну вот, видим, как окукливается, это хорошо очень видно на банках, как они окукливаются, так как они со стороны банки, ну, остается как бы не окуклено, ну, иногда, иногда окуклено, иногда нет, но видим, какой он теленок тут такой, вот еще одна, да, и это все поокукливается, выйдет и будет уже нам, ну, тут еще тоже нет, а куколки там с той стороны, по-моему, нету, да? Да, вот есть куколка, куколки, но этого, это пока нету. Через пару, там, я не знаю, до недели, тут уже будет, как и в той банке, много моли. Друзья, вот такой первый этап, почему выбрали такой метод в инкубаторе, потому что, чтобы дать возможность сейчас развиться восковой моли в этих пятих банках, ну, греть целое помещение, это довольно дорогостоящее. Соответственно, тут выращиваем на таком объеме, после чего уже ту конкретно комнату, в которой решили уже заполнять все свои банки с размножением моли, уже там будем греть, после того, как тут они сформируются. Все, друзья, это очередной этап производства. Вот так это происходит, вот так они окукливаются, так они спариваются между собой. Когда будут появляться личинки, опять покажем, и уже, когда они будут уже досягать большого возраста, опять покажем, как их будем заселять уже конкретно в банке. Все, друзья, а на этом пока будем заканчивать. С вами были мы. Подписываемся на наш канал, ставим классы, кому нравится, дизлайки. Все, всем пока-пока.